Рашкина лишают мандата. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам в понедельник рекомендовала Палате удовлетворить просьбу Генпрокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина. Генпрокурор Краснов попросил разрешение Палаты на возбуждение уголовного дела по части 2 ст. 258 УК «Незаконная охота», проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также на привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 1226 КОАП «Невыполнение водителем транспортного средства», требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела, Генпрокурор просит Государственную Думу дать согласие на проведение ряд следственных действий и избрания в отношении депутата меры пресечения, связанные с запретом определенных действий. Необходимость в данных мероприятиях усматривается прежде всего тем, что депутат Рашкин не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественности в заблуждение, не выдал на месте совершения преступления образцы для сравнительного исследования и более того, как я неоднократно отмечал, скрыл орудие преступления с места происшествия. По статье 258 Рашкину грозит штраф в размере от полумиллиона до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Признаться, весь этот Рашкин-гейт изрядно надоел. Как только два саратовских егеля совершенно случайно задержали в ухо депутата Рашкина с лосиным мясом в багажнике, исход дела был уже ясен. Лишат неприкосновенности и осудят. Все, больше нет такого политика. Но вопросы остаются, и они совсем не к Рашкину. Вот что за такая эта депутатская неприкосновенность, если ее снимают как использованный презерватив на раз. Причем голосами парламентского большинства в отношении любого депутата от оппозиции. В принципе, Единая Россия может прямо сейчас лежать в неприкосновенности вообще всех остальных депутатов. И ничего не поделаешь. Большинство. Вообще депутатская неприкосновенность – это инструмент, защищающий именно меньшинство от произвола большинства. А если ее можно снимать на раз, то это не неприкосновенность. Вот почему отдавать Рашкину прокурору или нет, решают его политические оппоненты. Ведь исход всего дела так ясен. Заметим, избирали депутатов от Единой России совсем не те избиратели, что голосовали за Рашкина и КПРФ. То есть избирателей Рашкина никто не спрашивает. А его устраняют от имени совсем других избирателей. Я понимаю, если бы существовал институт отзыва депутата его избирателями. Тогда более-менее логично. Я вас выдвигал, я вас и задвину. А сейчас нелогично. Потому что право лишать депутата полномочий имеют право лишь его непосредственные избиратели. А никак не комиссия. Потому что это мандат. Левада. Треть россиян сталкивались с нарушением своих прав. Треть россиян, 32%, за последние пять лет сталкивались с нарушением своих прав. Две трети, 65%, не сталкивались. Следует и запросу Левада Центра, который, как все знают, является иноагентом. Чаще всего россияне сталкиваются с нарушением прав на свободу слова 16%. За последние три года их число выросло в два раза. В 2018 году было всего 8%. Увеличилось и число респондентов, отметивших, что нарушаются их права на получение информации с 7% до 10%. Справедливый суд с 12% до 15%. Свободу мирных собраний с 4% до 8%. То, что респонденты чаще всего отмечали нарушение прав на свободу слова и на справедливый суд, зафиксировано впервые за историю наблюдений. Ну, мы тоже проводим свой контрольный опрос, но и пока даем без комментариев свои свежие результаты. На форуме МСК сталкивались все 100%. Тех, кто не сталкивался, пока не обнаружено. На социал-за отметились пока с утра всего 2500 респондентов. Да, сталкивались с нарушением своих прав 97%. Ну, а вот не сталкивались всего 3%. Россиянам разрешат не платить налоги с доходов ниже 10 тысяч рублей. Законопроект об увеличении суммы неподлежащего налогообложению доходов из лиц с 4000 до 10 будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщают известия. Следует отметить, что доходы в размере 4000 рублей вместо двух неподлежащих налогообложению были установлены в федеральном законе еще от 30 июня 2005 года, то есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке. Цитирует газету текст пояснительной записки. По данным издания в документе говорится, что новая норма позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, получивших в течение года доходы, не подлежащие налогообложению. То есть с пенсии и окладов в 13 тысяч налоги платить все равно нужно. Спасибо, конечно, за заботу. Напомню, в позднем СССР подоходный налог не платился сумм ниже 70 рублей, то есть с размера минимальной зарплаты, которая была лишь в два раза ниже средней, около 145 рублей. А в 2021 году средняя зарплата в РФ около 55 тысяч рублей. То есть все равно, как если бы не платили налог с доходов ниже 27 тысяч. А в РФ даже с учетом поправки, даже прожиточного минимума придется платить. Институту Жириновского предложили дать 400 миллионов бюджетных денег. Основанному Владимиром Жириновским институту мировых цивилизаций предложено выделить 400 миллионов рублей на 2022 год. Это следовательно с поправки проекта федерального бюджета о социально ориентированных НКО, внесенных ко второму чтению группы депутатов. Среди авторов поправки спикеры палат парламента Матвиенко и Володин, а также многие высокопоставленные сенаторы и депутаты. Хорошее дело. Жириновский основывает институт, а платить за него будет казна. Институт был учрежден еще в 1999 году, и его основателями является либерально-демократическая партия и ее лидер Владимир Жириновский. В прошлогоднем бюджете институту запланировано было выделить 513 миллионов рублей, а на 2022 год изначально было заложено 126 миллионов, но вот предложено увеличить. В 2020 году в отчете о расходовании средств института он отчитался о трате 369,7 миллионов рублей. Глава ЛДПР обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство передало в ведение института, принадлежащие РАН, 15-этажное здание на Ленинском проспекте, на ремонт которого и выделяются субсидии. Пойди как плохо. Газпром предупредил Молдову о прекращении поставок газа. Газпром предупредил Молдову о возможном прекращении поставок газа, если в течение двух суток не получит платеж, который Кишинев должен был сделать до 22 ноября. Об этом представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил в эфире канала «Россия-24». По его словам, Газпром подписал контракт «практически на условиях молдавской стороны». Учитывая сложное экономическое положение страны, условием была своевременная оплата всех текущих платежей Молдовой. Прошлый контракт на поставку газа между Газпромом и Молдавией стек в сентябре. Переговоры о новом договоре затянулись на месяц. За это время власти Молдовы попросили экстренной помощи у Евросоюза из-за сокращения импорта газа из России и роста цен на топливо. А также ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Новый президент Молдавии Мария Санду выступает за полный вывод российских войск с территории страны и заменой миротворцев аналогичной, но гражданской миссии ОБСЕ. А Крым называет оккупированной частью Украины. В мае 2020 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Санду заявила цитата «Решение Приднестровского конфликта должно осуществляться по примеру Донбасса. Мы очень надеемся на поддержку официального Киева, потому что по-другому решить ситуацию в Приднестровье мы не сможем». США намерены поставлять на Украину «Стингеры». США рассматривают возможность отправки Украине военных советников и различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы ПЗРК. «Стингер» передает CNN со ссылкой на свои источники. Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение, сообщает телеканал. Эти шаги, как утверждают, станут ответом на якобы имеющее место наращивание России военной группировки на границе с Украиной. Мне кажется, это не совсем та помощь, которую ждут в Кишинево, по примеру, Донбасса. Да и Киеву, пожалуй, нужнее не вооружение устаревших образцов, а экономическая помощь. Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил на пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам в силу Степаневу. Дефицит текущего счета на конец сентября составил 1,4 миллиарда. То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства. Его слова. По словам эксперта, желающих покупать украинские ценные бумаги, становится все меньше, хотя Киев и увеличил проценты по облигациям. Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам. Только Украина. Россия выставила ультиматум Гуглу, Эппл и другим иностранным соцсетям. 13 иностранных компаний, в числе которых Гугл, Твиттер, Мета, Телеграм, должны к 1 января 2022 года открыть свои представительства в России, заявил Роскомнадзор. Кроме того, они должны будут разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Список компаний, обязанных открыть представительства – это Гугл, Эппл, Мета, Твиттер, ТикТок, Телеграм, Зум, Лайк, Тайм, Вайбер, Дискорд и ряд других. Вот Вадим Горшинин, руководитель проекта «Правда.рус» считает, Роскомнадзор посоветовался с самими этими компаниями. Смогут ли они выдержать объем анализируемых данных? Не упадут ли их ресурсы? Это при том, что вот я, – это говорит Горшинин, например, работая в Рунете с 1998 года, о некоторых и не слышал, а исследовав качество других, уже через месяц отказался от использования. Другой вопрос – о конкуренции. Когда Роскомнадзор рекомендует установить иностранные интернет-компаниям счетчики, их российских конкурентов, то есть откровенно предлагает сливать конкурентам данные о своих пользователях, маркетинговых ходах и так далее, это уж совсем как-то не по-бизнесовому, прикрываясь статусом. Алжас Сулейменов против американской биолаборатории в Казахстане. Неизвестный казахстанский общественный политический деятель, постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО, поэт Алжас Сулейменов выступил против строительства в Казахстане биологической лаборатории. Основатель антиядерного движения «Невада-Семипалатинска» Алжас Сулейменов крайне отрицательно отнесся к планам строительства в Жамбулской области Казахстана биолабораторий, в которых иностранные специалисты будут работать с особо опасными штаммами вирусов, собранными со всего мира. Поэт отметил, что случайно узнал о планах строительства биолабораторий и был очень удивлен, что решение принимается без широкого общественного обсуждения. Цитата. «Они пользуются невежеством наших людей, принимая решения такого рода, с нами не согласовывая. Зачем нам такие лаборатории? Склады, по сути дела, очень опасных для человечества предметов. Если им хочется, сделайте в Америке это дело, а мы понаблюдаем. С какой стати? Мы что, просили об этом?» Заключил Сулейменов. Алжа Сулейменов, я так понимаю, самый известный из ныне живущих творческих деятелей Казахстана, авторитет которого является международным и никем не оспаривается. И он против. Число нелегалов на восточной границе ЕС выросло в 15 раз. Количество незаконных пересечений границы на внешних границах ЕС в первые 10 месяцев 2021 года выросло почти на 70%. Следует из предварительных расчетов Европейского пограничного агентства. В октябре было зарегистрировано почти 22,8 тысяч незаконных пересечений границы на основных миграционных маршрутах Европы, что на 30% больше, чем в 2020 году. На восточной границе ЕС общее количество обнаруженных незаконных пересечений границы в этом году составило почти 8 тысяч, что в 15 раз больше, чем в 2020 году. В основном нелегальными мигрантами являются граждане Ирака, Афганистана и Сирии. Получается, что миграционный кризис в Беларуси – это просто результат достижения на этом направлении уровня миграции из других точек, в основном с югом. Просто раньше на этом направлении было больше препятствий, а теперь как везде.